В Волгоградской области началась интенсивная подготовка школ к новому учебному году. Именно этой теме было посвящено оперативное совещание с участием губернатора региона Андрея Бочарова. На встрече с представителями профильных ведомств Андрей Бочаров подчеркнул, что до начала нового учебного года остается чуть меньше месяца. Поэтому плановую работу по подготовке школ к первому сентября нужно продолжать. Поэтому, уважаемые коллеги, прошу продолжить плановую межведомственную работу по подготовке к новому учебному году. В рамках рабочих групп комиссии принять все меры к тому, чтобы все наши учебные заведения к первому сентября были полностью готовы к началу нового учебного года. Мы хотим завершить оценку готовности образовательных организаций до 10 августа, а устранение выявленных замечаний и представления доклада до 20 августа. Особое внимание при подготовке школ к новому учебному году уделяется безопасности. Здание школ проверяют надзорные ведомства, в том числе полиция, пожарные, представители городской администрации, в частности комитета по образованию. Мы ремонтируем классы, подкрашиваем, подбелим, приводим в порядок площадки, готовим наглядные пособия. То есть мы стараемся, чтобы 1 сентября дети пришли в чистое, уютное помещение. Ну и, конечно же, с хорошим настроением, поэтому уже из сценария линейки пишем. Андрей Бочаров также напомнил, что 1 сентября 2018 года в образовательных организациях пройдут торжественные линейки. В этих мероприятиях должны принять участие вице-губернаторы, руководители комитетов, главы муниципалитетов. Праздник знаний с нетерпением ждут не только дети, но и учителя. Мы ждем 1 сентября, потому что это всегда встреча. Как правило, старшеклассники уже хотят быстрее в школу, потому что для 11-классников это летопоследним в качестве учеников было. Но, тем не менее, школа уже для них как родной дом. Для первоклассников все сейчас волнительно, трогательно, и для родителей тоже, потому что начинается новая жизнь. Но мы постараемся сделать эту жизнь интересной, познавательной, чтобы школа была для них домом. Всего в регионе работает около 1000 школ. Надо отметить, что в этом году впервые за 20 лет введено в эксплуатацию новое учебное заведение на 1000 мест в жилом комплексе «Долина». Школа также готовится встретить своих первых учеников.